здравствуйте ребята сегодня мы с вами поговорим о правописании мягкого и твердого знаков а также о гласных после шипящих и цен в данном задании мы должны с вами определить где пишется мягкий знак а где твердый знак и объяснить конечно же их правописание объектив так как об эта приставка поэтому здесь конечно же мы после приставки и перед гласными ею я должны писать твердый знак фильет он фильет он это внутри слова то есть в корне следовательно твердый знак здесь писать нельзя конечно же мягкий знак мышь она моя мышь данное слово это существительное третьего склонения поэтому мягкий знак пишем помочь что сделать это у нас инфинитив тоже мягкий знак должен писаться меж ядерный меж эта приставка а так как слова после приставки начинается на я следовательно мы пишем твердый знак сонька конечно же мы пишем мягкий знак контр ярус контр это у нас приставка слово начинается с я конечно же твердый знак варенье это у нас конечно же не после приставки поэтому мягкий знак лишь лишь это у нас частица а мы знаем что в частицах после шипящих конечно же пишется мягкий знак навзничка это у нас наречия а после наречий кроме уж замуж не в терпёж пишется мягкий знак сверхъестественный сверху нас приставка и конечно же слово начинается на и поэтому пишется твердый знак положишь что сделаешь это у нас глагол во втором лице и конечно же мягкий знак мы должны написать в данном задании мы должны указать функцию мягкого знака серьезный смотрим для того чтобы определить функцию мы вспоминаем наши функции у мягкого знака три функции эта функция смягчение разделение и конечно же грамматическая функция серьезный так как после мягкого знака идет гласная это у нас разделительная функция пишем разделительная функция либо запишем так чтобы вам было ясно разделительная так как после мягкого знака идет гласная вольный так как мягкий знак стоит между двумя согласными и смягчает наш согласный, следовательно, это функция смягчения. Чуешь, так как мягкий знак стоит после шипящих и смягчения там, конечно же, нет, это у нас грамматическая функция. То же самое сплошь после шипящих, то есть нет смягчения, следовательно, грамматическая функция. В слове сеньор после мягкого знака идет гласная, следовательно, конечно же, эта функция разделительная. Банька между двумя согласными и идет смягчение, смягчительная функция. Соль снова же у нас функция смягчения, почему мы убираем мягкий знак, сол, получается, следовательно, конечно же, это функция смягчения. Крестьянин. Смотрим, так как после мягкого знака идет я, то есть гласная, следовательно, это у нас, конечно же, разделительная функция. Ишь, это у нас частица и снова же после шипящей, следовательно, это у нас грамматическая функция. Как вскачь, это наречие, и мягкий знак после че, то есть не смягчает, следовательно, снова же грамматическая функция. Семья после мягкого знака идет гласная, следовательно, разделительная функция. Спрячь, что сделай, это у нас мягкий знак после че, это у нас, конечно же, глагол в повелительном наклонении, следовательно, это грамматическая функция. Полночь, она моя полночь, это существительное третьего склонения. Мягкий знак после че, следовательно, это грамматическая функция. Тоньше, мягкий знак смягчает н, следовательно, это у нас, конечно же, функция смягчения. Бульон. После мягкого знака стоит гласная, следовательно, это разделительная функция. Ателье. Снова же после мягкого знака стоит гласная, снова же разделительная функция. Свадьба. Между двумя согласными мягкий знак смягчает д, следовательно, это смягчение. В юн. После мягкого знака идет ю, следовательно, это разделительная функция. И последнее слово карусель. Здесь мягкий знак. Смягчает. Почему? Если мы уберем лэ, звук лэ, будет звучать как лэ, карусел, следовательно, это функция смягчения. Ребят, в данном задании мы должны выписать слова в две группы. Там, где слова в корнях которых пишется йо, и другую группу, там, где в словах пишется о. Работаем. Черточка. Конечно же, здесь пишется буква йо. Это у нас первая группа. Зажег спичку. Йо. Первая группа. Изжога. О. Вторая группа. Чищоба. О. Вторая группа. Чёрт. Йо. Первая группа. Решётка. Йо. Первая группа. Шоссе. О. Вторая группа. Щётка. Йо. Первая группа. Шомпол. О. Вторая группа. Жонглёр. О. Снова же вторая группа. Жёлтый. Йо. Первая группа. Поджог дома. Вот в этих словах будьте очень аккуратны. В данном случае это у нас существительное. А так как это у нас существительное, то у нас здесь будет писаться о. И это относится ко второй группе. Но если бы это было бы глаголом, то у нас здесь писалась бы буква йо. Будьте очень внимательны. Щёки. Йо. И, конечно же, первая группа. Шотландец. О. Вторая группа. Шорты. О. Снова же вторая группа. Чёрствый. Йо. Первая группа. Щёлкнуть. Йо. Первая группа. Шов. О. Вторая группа. Вычёркивать. Йо. Первая группа. Жёлоб. Йо. Первая группа. Чётки. Снова же Йо. Первая группа. Мажорный. О. Вторая группа. Шёл. Йо. Первая группа. Щёголь. Йо. Первая группа. Обжора. О. Вторая группа. Шоу. О. Вторая группа. Прожорливый. О. Вторая группа. Жёсткий. Йо. Первая группа. Капюшон. О. Вторая группа. Расчёска. Йо. Первая группа. Трещотка. О. Вторая группа. Чёлка. Йо. Первая группа. Трущоба. О. Вторая группа. Шовинизм. О. Вторая группа. И жёрдочка. Йо. Первая группа. Ребята, в данном задании мы должны снова же списать и, конечно же, вставлять буквы, но при этом расставлять ударение. И, конечно же, мы должны указать части слов, то есть морфемы, где находятся эти пропущенные орфограммы. Свечой. У нас здесь буква О. Свечой. Ударение падает. Это у нас, конечно же, окончание. Чужой. Снова же О. Падает. Ударение. Окончание. Ближе. Как. Е. Ближе. Это у нас наречие. И, конечно же, это суффикс. Бесцом. Это у нас О. Это у нас, конечно же, окончание. И ударение падает сюда. Горячо. Это у нас наречие. Ударение падает. И, конечно же, это суффикс. Большой. Ударение падает на О. Это у нас окончание. Течёт. Снова же здесь у нас Ё. Но, конечно же, мы Ё не отмечаем ударением. Почему? Потому что Ё всегда ударное. Отражённый. Снова же Ё. И это у нас суффикс. Грушевый. Это у нас суффикс. Грушевый. Затушёвывать. Это у нас Ё. Мы ударение, конечно же, не ставим. Это у нас суффикс. Карандашом. Снова же О. Это у нас окончание карандашом. Сушёный. Это у нас Ё. И снова же Ё. У нас суффикс. Обнажён. Снова же Ё. Это у нас снова же суффикс. Душёй. Это у нас О. Здесь у нас окончание и подударение. Кирпичом. Это у нас окончание под ударением. Копчёный. Какой? У нас Ё. И у нас суффикс. Счастливцем. Счастливцем. Это у нас окончание. И здесь Ё. Увлечённый. Это у нас Ё. И здесь у нас суффикс Ё. Корчёвка. Корчевать. Снова же это у нас Ё. И у нас в суффикс. Ситцевый. У нас Е. Ударение падает. И это у нас суффикс Ё. Поражён. Это у нас Ё. И, конечно же, это у нас суффикс. Плечём. У нас здесь О. Под ударением. Петушок. О. Это у нас, конечно же, суффикс ОК. И петушок под ударением. Петушок. Кумачёвый. Это у нас суффикс ООВ. Под ударением. Легче. Это у нас наречие. В безударном положении. И там, конечно же, суффикс. Ножом. Это у нас окончание. Под ударением. Освещён Ё. У нас суффикс. Перцовый. Снова же ООВ. У нас суффикс. Перцовый. Под ударением. Певучее. Снова же наречие. Это у нас безударное положение. Певучее. Дирижёр. Ёр. У нас суффикс. И зажёшь. Что сделаешь? Это у нас окончание. И, конечно же, ударение падает на окончание. Ребят, в данном задании мы должны вставить буквы И или И. Работаем. Цивилизация. В обоих случаях И. Братцы. И. Полиция. И. Цыплятница. И. Циркуль. И. Цирюльник. И. Цикада. И. Цыганский. И. Цикл. И. Репутацией. И. Куницын. И. Девицы. И. Цыкать. И. Цыанистый. И. Цыкорий. И. Лисицы. И. Сестрицын. И. На цыпочках. И. Панцирь. И. Пословицы. И. Акцизный. И. Пациент. И. Мотоцикл. И. Медицина. И. Диссертационный. И. Унция. И. И. Инициалы. И. И. Потенциальный. И. Воспитанницы. И. Нарцисс. И. Ножницы. И. Провинциальный. И. Галлюцинация. И. В обоих случаях. Круглолицей. И. Цифра. И. Ребята. Обращаю ваше внимание, что если у нас и после ц в корне, то там пишется всегда и, за исключение слов, цыган, цыпочки, цыкнуть, цыпленку, циц и, конечно же, все образованные от данных слов слова. В остальных случаях в корне после ц пишется и. Также и пишется в существительных на ция. А и пишется в окончаниях множественного числа. И. Например, птицы, куницы. А также в суффиксах притяжательных прилагательных. Например, сестрицын, куницын. В данных случаях пишется и. В остальных пишется, конечно же, и. Ребята, мы подошли к концу нашего урока. И мы должны вспомнить о правописании мягкого и твердого знаков. Твердый знак пишется после приставок, который оканчивается на согласную, перед буквами Е, Ё, Ю, Я. Мягкий знак может писаться внутри слова. Внутри любой морфемы. И потом. Гласные после шипящих и. С пишутся в зависимости от морфе и в зависимости от ударений. Если в корне под ударением пишется Ё, если, конечно, мы можем подобрать проверочное слово с Е. Например, черточка, черта, чертить. Там у нас есть Е. Пишется О, если мы такое проверочное слово подобрать не можем. И, конечно же, есть слова-исключения, которые нужно запомнить. А в суффиксах и окончаниях правило совсем другое. Под ударением там у нас пишется О в бездарном положении Е. Будьте очень внимательны. Ребята, в связи с ситуацией с коронавирусом будьте очень аккуратны. Сидите дома, читайте, занимайтесь, побольше уделяйте времени своим близким. Дезинфицируйте руки, гаджеты, оргтехнику. Берите себя и своих родных. Всего доброго и до свидания. Итак, ребята, сегодня мы пора должен с вами знакомиться с механизмом энергетического обмена. Как вы помните, на прошлом уроке мы с вами говорили о энергетическом обмене непосредственно в гликолизе. А сегодня мы с вами просмотрим энергетический обмен, который будет происходить непосредственно в митохондриях. Итак, вспомним, что из себя представляла митохондрия. Митохондрия имела наружную мембрану, внутреннюю мембрану, которая образовывала выросты, называемые кристами, что в переводе означает вырост гребень, и наполнялась она матриксом, полужидким веществом. В матриксе у митохондрии располагалась собственная ДНК, рибосомы, которые синтезировали ее собственный белок и так далее. Итак, ребята, вот у меня здесь схематическое изображение митохондрии. Давайте посмотрим. Здесь внутренняя мембрана образует выросты кристы. Вот эта часть называется внутренняя сторона внутренней мембраны. Эта часть – наружная сторона внутренней мембраны. Вы поймете, зачем я останавливаю ваше внимание здесь. И содержимое – это матрикс. Как вы помните, в гликолизе образовывалось две молекулы молочной кислоты. Непосредственно в межмембранном пространстве, фактически на кристах, внутри крист, происходит такой процесс, который мы называем гидролиз молочной кислоты. Гидролиз – что это такое? Это распад под действием воды. Посмотрите, молекулы молочной кислоты взаимодействуют с тремя молекулами воды. Образуется углекислый газ и водород. Атомарный водород – 12 атомов водорода. Ребята, именно как раз в этот момент отсюда удаляется углекислый газ. Но, если вы хорошо помните, молекула глюкозы, одна молекула глюкозы распадалась у нас на две молекулы молочной кислоты, поэтому я сразу показала следующее уравнение, которое нам дает вот такую цифру, как 24 атома водорода. Нам пригодятся эти знания. Итак, ребята, вот эти 24 атома водорода в этой части окисляются, то есть отдают 24 электроны и сами превращаются в 24 протона водорода. Посмотрите, стрелками указано. Протоны водорода выстраиваются в этой стороне. Это у нас какая? Внутренняя часть внутренней мембраны. А электроны переносятся на наружную сторону этой мембраны. Переносятся с помощью особых молекул, которые мы называем переносчики. Итак, что же произойдет дальше? Электроны, поступившие непосредственно в матрикс, туда же поступает у нас кислород. Кислород у нас поступает непосредственно молекулярный, из воздуха. 4 электрона будут взаимодействовать с молекулой кислорода и образовывать 2 иона с зарядом 2-. Посмотрите внимательно, ребята, у нас было этих электронов 24. Соответственно, у нас образуется 12 таких ионов с зарядом 2-. Что же произойдет дальше? С одной стороны мембраны у нас выстраиваются отрицательно заряженные ионы кислорода. С другой стороны у нас выстраиваются положительно заряженные ионы или же протоны водорода. На мембране возникает разность потенциалов, растет напряжение. Мы можем назвать это, знаете, как, ребята? Вы иногда не совсем понимаете понятие, такую разность потенциала. Вот давайте представим себе, это граница. И растет потенциал с двух сторон. Причем потенциал разный, отрицательный, положительный. В итоге здесь возникает напряжение, которое должно достигнуть 200 милливольт. Когда это напряжение достигает, то протоны водорода через канал белка... И вот посмотрите, у меня здесь изображена мембрана. Вы помните, что в мембрану бывают встроенные белки. Вот некоторые из них образуют как раз каналы. Вот канал, белковый канал, это канал АТФ синтетазы. И водород начинает перемещаться непосредственно в матрикс. Из курса физики вы знаете, что направленное движение заряженных частиц является электрическим током. Так вот, здесь у нас создается энергия. Что происходит с этой энергией? Эта энергия превращается в энергию макроэргической связи. То есть АДФ, аденозиндифосфорная кислота, присоединяет к себе фосфат и образуется АТФ. А протоны водорода переместились непосредственно в матрикс. Далее посмотрим. Когда протоны водорода переместились в матрикс, они объединяются вместе с ионами кислорода. И у нас образуется вода, и образуется вновь молекулярный кислород, который может далее вступать в реакцию. Кислородный этап мы можем записать следующим уравнением. Две молекулы молочной кислоты плюс 6 молекул кислорода плюс 36 молекул АДФ и 36 молекул фосфорной кислоты. В итоге мы получаем 6 молекул углекислого газа, 36 молекул АТФ и 42 молекулы воды. Ребята, я вас очень прошу, внимательно посмотрите на этот процесс. И можете задать себе такой вопрос. Получается, что митохондрии, какой объем они использовали кислорода, такой же объем углекислого газа они выделяют. Что вам это напоминает? Например, во время фотосинтеза все происходило наоборот. Хлоропласты какой объем поглощали, такой объем углекислого газа они поглощали, такой объем кислорода они выделяли во внешнюю среду. Итак, кислородный этап всего энергии выделяется 2600 килоджолий. Выделяется в виде тепла 1060 килоджолий. Запасается в виде АТФ 1440 килоджолий. Другими словами, мы можем заменить эту цифру 36 умножить на 40. Мы знаем, что каждая макроэргическая связь запасает в себе 40 килоджолий. Итак, у нас образовалось здесь гораздо больше энергии, нежели образовывалась энергия, например, во время гликолиза. То есть митохондрии дают самое большое количество энергии, в 18 раз больше, нежели при гликолизе. А что же у нас получается в сумме? Если подвергается непосредственно процессу энергетического обмена одна молекула глюкозы, 6 молекул кислорода, образуется у нас в итоге 38 моли АТФ. Откуда они взялись? Давайте скажем, при гликолизе образовались 2 молекулы АТФ, а непосредственно при кислородном обмене образовались 36 АТФ, в сумме это 38. Во время гликолиза образуются 2 молекулы воды, и непосредственно при кислородном обмене образуются 44 молекулы воды. Вот это наше суммарное уравнение. Давайте посмотрим, ребята, все этапы. Полное расщепление нашей энергии. Выделяется энергия на бескислородном этапе 200 кДжолей, на кислородном 2600 и в сумме 2800. Выделяется в виде тепла 120, на кислородном этапе 1160, и в итоге получается 1180. Запасается в АТФ 80 кДжолей на бескислородном этапе, на кислородном этапе запасается в АТФ гораздо больше, и запасается в виде АТФ 1440, но в виде тепла выделяется тоже немало. Но я хотела, чтобы вы сравнили следующее, ребята. Посмотрите, на бескислородном этапе гораздо больше энергии выделялось в виде тепла, а вот на кислородном этапе больше энергии запасается в виде АТФ. Итак, что мы можем подвести итог? Мы возвращаемся к тому рисунку, который дан у вас в книге. Он дан у вас в начале параграфа, но сейчас мы уже полностью с ним знакомы. Давайте скажем, у нас светит солнышко, идет в листе процесс фотосинтеза, образуется глюкоза, а затем крахмал. Мы едим с вами эти углеводы, мы едим, едят животные углеводы. Крахмал на подготовительном этапе расщепляется до глюкозы. Затем происходит процесс гликолиза. Эта глюкоза подвергается гликолизу, а затем образованные непосредственно молекулы молочной кислоты вступают в кислородный этап. И во время кислородного этапа образуется АТФ гораздо больше. Куда же расходуются эти АТФ? Они расходуются на рост и развитие, на транспорт веществ. На какой может быть транспорт? Например, кровь транспортирует непосредственно эритроциты, клетки различные. На возникновение электрического потенциала. Странно, да? Вот здесь у нас электрический скат. Оказывается, мы знаем, что, например, электрический скат может таким образом накапливать в себе электрическую энергию. Его трогать не стоит. Он может ударить током. И вот здесь еще очень интересный такой момент, как свечение. Ребята, светятся не только светлячки. Большинство глубоководных рыб как раз-таки обладает также, не только рыб и моллюсков, обладают способностью светиться. И, естественно, расходуется на движение. Одним словом, вот та энергия, которая запасается в ЭТФ, необходима для всей жизни всех живых организмов. Как автотрофных организмов, так и гетеротрофных организмов. Я еще раз хочу подчеркнуть, ребята, метафондрия имеется и в растительных клетках. И этот же процесс, который мы сейчас рассмотрели, происходит точно так же и у растений. Потому что ЭТФ, который вырабатывается во время фотосинтеза, затрачивается только лишь непосредственно в самих хлоропластах. А ЭТФ, который вырабатывается в метафондриях, затрачивается всей клеткой, тканями, органами и всеми организмами. Вы должны прочесть и выучить уже полностью весь параграф механизма энергетического обмена, параграф 9, страница 43, и сделать задание к параграфу в своей рабочей тетради. Порешайте задачи, используя уравнения, которые даны в вашем параграфе. До свидания, всего доброго! Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня мы с вами поговорим о гравитации. То есть мы с вами начали изучать второй большой раздел механики, который называется динамика. Основа динамики заключается в том, что мы изучаем различные силы, которые находятся на Земле, природные силы. Одна из основных сил, которую мы ощущаем на себе, является гравитационная сила, сила тяжести. Сила тяжести зависит от характеристики планеты. То есть если мы находимся на планете Земля, на нас будет действовать одна сила тяжести. Если мы переселимся на другую планету, например, на наш ближайший спутник Земли, Земли Луна, на нас будет действовать совершенно другая гравитационная сила. Потому что каждая планета имеет собственную гравитационную характеристику или вектор напряженности гравитационного поля. Проявление гравитации мы с вами можем легко наблюдать, если любое тело поднять над поверхностью Земли и опустить его на опору или подвес. То, что сейчас я и сделаю. У меня здесь динамометр, с одной стороны отмеченный, значит, в ньютонах силы, с другой стороны масса тела в граммах. Так вот, смотрите, опуская гирьку на данный динамометр, я вижу, что он растягивается где-то на 200 грамм. Ну, не доходит 200 грамм, где-то 190 грамм. Что составляет у меня данный, это в граммах, что составляет у меня где-то здесь 19 ньютон. Вот что такое граммы, что такое ньютоны? Ньютон, естественно, это единица сила, мы с вами знаем. В данном конкретном случае единица сила тяжести. Что же такое сила тяжести? Сила тяжести – это сила, которая действует на все тела, находящиеся на поверхности Земли, со стороны Земли. Мы с вами знаем, что гравитационное поле имеет определенные характеристики. Так вот, сегодня мы поговорим не столько о характеристиках гравитационного поля, сколько о проявлениях данной силы, которая воздействует на все тела. Обратите внимание, у меня здесь небольшой такой, как маленькие качельки. Если сейчас я на них положу данное тело, они будут прогибаться. На данное тело, на эту гирю, действует сила тяжести со стороны Земли. А она, в свою очередь, на эту опору действует при воздействии силы своей, которую мы будем называть весом тела. Так вот, еще раз, от чего зависит сила тяжести? Сила тяжести зависит от основных характеристик планеты, на которой мы находимся. Планета Земля имеет массу, имеет радиус. Если я нахожусь на поверхности Земли, у меня гравитационное поле, называется гравитационное поле нулевого уровня. То есть, не покидая поверхности Земли, оно всегда будет одинаковым. Давайте перейдем к доске, и я вам покажу, как это изображается в формулах. Так вот, сила тяжести. Сила тяжести – это сила со стороны Земли на все тела, находящиеся на ее поверхности. Давайте посмотрим. Вот у меня тело находится на поверхности. Оно находится в стационарном состоянии, нормальном состоянии. Со стороны Земли, приложенной к телу силой, действует вот следующая формула. Масса тела, умноженная на g. То есть, это напряженность гравитационного поля Земли. Если у меня тело находится на высоте, вот высота h, над поверхностью Земли, то, естественно, что оно будет совершать свободное падение, падать на поверхность Земли. Почему? Под действием силы, опять же, mg. Если тело у меня находится на наклонной плоскости, как бы ни было, сила всегда направлена к центру Земли. Дальше. Если тело у меня находится вот в таком состоянии, опять же, сила будет возвращать его в исходное положение, и направлена будет она к центру Земли, данная сила. Так вот, посмотрим, что же такое напряженность гравитационного поля. Напряженность гравитационного поля это величина, которую в свое время рассчитал Исаак Ньютон. Так вот, на нулевом уровне, что такое нулевой уровень, вы сейчас поймете. Если космический корабль поднимается над поверхностью Земли на высоту более двух радиусов Земли, естественно, что вот это уже будет меняться, расстояние будет меняться. Сейчас мы посмотрим, почему. Значит, G нулевой равно F делить на M. То есть, вектор напряженности гравитационного поля равен отношению силы тяжести, действующей на тело со стороны Земли, к массе данного тела. Посмотрим, вот это и есть сила всемирного тяготения, гравитационного взаимодействия. Так вот, подставляя формулу закона всемирного тяготения, я получаю, что гравитационная постоянно умножить на M умножить на массу Земли, вот здесь обратите внимание, речь идет о взаимодействии между планетой и телами, находящимися на ее поверхности. Поэтому мы здесь записываем массу данной планеты. Масса Земли, радиус в квадрате Земли. Массы, массы эти сокращаются, то есть масса тела уходит у нас. Остается следующая формула, связь между напряженностью гравитационного поля любой планеты с ее основными характеристиками. А для планеты основные характеристики, такие как масса и радиус. Подставляя значение массы и радиуса, и, естественно, значение гравитационной постоянной, большого гравитационного постоянного всемирного тяготения, я получаю значение для планеты Земля. Оно будет равно приблизительно Земли, равно приблизительно 9,81 будет равна 9,81 ньютон, деленный на килограмм или метр делить на секунду. В свое время ньютон доказал, что это ускорение свободного падения, то есть единица, ускорение с которой все тела падают на поверхность Земли. Зависит ускорение свободного падения только от широты местности. В зависимости от того, где мы с вами находимся, на экваторе или же на полюсах оно будет варьироваться от 9,83 до 9,78. Поэтому значение мы берем округленное 9,8. При решении задачи мы будем его брать как 10. Разница там небольшая. Так вот, давайте решим задачу и посмотрим, как взаимодействуют между собой данные величины. Так вот, давайте вычислим массу космонавта, то есть силу тяжести, с которой действуют данные планеты на космонавта, на поверхности Земля и на Луне. Давайте запишем. Значит, у нас в решении мы будем писать две силы тяжести. Одна имеющая отношение к Земле, одна имеющая отношение к Луне. Значит, пишем F Земли равно масса космонавта не меняется, G Земли, F Луны будет масса космонавта умножена на гравитационную постоянную Луны. Так вот, я получаю 70 кг умножить на 10 ньютон деленный на килограмм. Килограмм килограмм ушел, остается 700 ньютон. Здесь значит, 1,6 умножая на 70 получаю 112 ньютон. Обратите внимание, один и тот же человек может на разных планетах, на него будет действовать сила тяжести совершенно разная. Куда 700, куда 112. Давайте запишем гравитационную постоянную напряженность гравитационного поля для общей формулы для всех планет. Так вот, общая формула, связывающая две гравитационные постоянные между собой, записывается следующим образом. Мы с вами видим, с этой стороны у меня напряженность гравитационного поля любой планеты. Здесь с правой стороны характеристики планеты, то есть масса планеты, радиус планеты. Если знать же, а мы его знаем, это всемирная гравитационная постоянная, значит, ее значение 6,67 на 10 минус 12 степени ньютон метр квадрат зеленый килограмм квадрат, подставляя значение каждой, массы каждой планеты, радиуса каждой планеты, для каждой планеты было подсчитано ускорение свободного падения или напряженность гравитационного поля. Так вот, для того, чтобы вы это могли сами посчитать, вы можете в таблицах найти массу планет всевозможных, Сатурн, Нептун, Меркурий и так далее, подставить и посчитать числовое значение данной величины. Давайте обратимся к вашему учебнику. Так вот, ребятки, в вашем учебнике на стороне параграфа 2.6 в конце параграфа есть те сведения, о которых я вам говорила, о различных значениях ускорения свободного падения. Это у вас приведено на странице 59. В качестве проведенных исследований вы можете посчитать гравитационные постоянные для Луны, Луну мы уже сами знаем 1.6, для Сатурна, для Плутона, для Меркурия, для Венеры. Это очень интересно получать данные исследовательские значения. Ребятки, я желаю вам успехов в учебе, желаю вам крепкого здоровья, а для этого вам надо соблюдать определенные нормы, создавшиеся в данной создавшейся ситуации. Пожалуйста, почаще мойте руки, носите маски, соблюдайте дистанцию. До свидания, увидимся еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова